Доброй ночи всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жестков. То, о чем так долго говорили, свершилось. Сегодня «Левиафан» вышел на российский экран. Антиреклама стала лучшей рекламой. Картину покажут сразу 650 кинотеатров. Еще месяц назад продюсеры рассчитывали только на 300. «Левиафан» 4 миллиона человек не дождались этой премьеры. Они бесплатно посмотрели пиратскую копию в интернете. То есть украли у авторов часть гонорара. На одном из сайтов любителям кино предложили добровольно сдать деньги за просмотр. Там уже набрался миллион рублей. А нужно минимум 220 миллионов. Во столько обошлось производство фильма. В этом камерном кинотеатре сегодня аншлаг продан 90% мест. Хозяева говорят, для них такая наполняемость привычное дело. Виталий рвался в кино, да не успел. Теперь вот ждет друзей в фойе. Но тихонько посмеивается. Они-то фильм увидят без матюков. А без этого, говорит, фильм не фильм. Мне понравился оригинал. Там, понимаете, ничего не запикано, ничего не приглушено. Мне вот это было любопытно увидеть в оригинале. Да как вот режиссер задумал. Я думаю, это вообще-то закон по поводу запрета мата. Это какая-то глупость какая-то. Два часа 15 минут. И вот первое впечатление первых легальных зрителей. Фильм понравился. И на мой взгляд, вот как есть правда. То, что происходит. Прям один в один. Тут очень мощное кино. И в российском кинематографе давно такого не было. Да, очень честно. Толкнуло любопытство, потому что много говорят об этом фильме. А сейчас такие противотечивые чувства испытываю. В этом кинотеатре сегодня показали «Левиафан» четыре раза в одном зале. В остальных по-прежнему американское кино. Максим Драгнев, Андрей Матвеев. Главная тема. Тем временем вокруг «Левиафана» новый скандал. Прямо перед премьерой Андрей Зягинцев подписал письмо в защиту актера Валерия Гришко. Главный режиссер Самарского театра драмы исполнил в фильме роль коррумпированного архиерея. После этого в Самаре на него начались гонения. Местные чиновники и священники потребовали увольнения Гришко, а в театре пошли проверки. Актера обвинили в том, что его роль в «Левиафане» стала грязной и циничной пародией на духовенство. Зягинцев требует прекратить травлю и называет ее попыткой досудебной расправы с актером за сыгранную им роль. Обращения в защиту артиста подписали также продюсеры «Левиафан» Александр Роднянский, режиссеры Валерий Тодоровский, Андрей Прошкин и другие известные кинематографисты. «Левиафан» уже стал символом раскола в российском обществе. Настолько полярные оценки. Нет единодушия даже среди чиновников. Министр культуры Мединский заявил, что больше не даст денег тем, кто оплевывает власть. Цитата. «Снимает кино по принципу «рашка»» – вот это неприличное слово. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что будет болеть за картину на «Оскаре». Расколы среди киношников. Актер Иван Ахлобыстин заявил, что на деньги налогоплательщиков сняли фильм о том, какой налогоплательщики. Опять неприличное слово. Зато режиссер Станислав Говорухин сказал, что «Левиафан» – это действительно хорошая картина. Политолог Сергей Марков посоветовал Звягинцеву пасть на колени на Красной площади и просить прощения у русского народа. А вот журналист Максим Шевченко назвал фильм потрясающим, красивым и очень ясным. Нет единства и в церкви. Протеерей Всеволод Чаплин заявил, что «Левиафан» в угоду Западу воспроизводит мифы о повальном российском пьянстве и разврате. Ему возразил митрополит Мурманский и Мончегорский Симон. Он назвал кино честным, указывающим на проблемы страны, как на зияющие раны на теле. И это противостояние до боли напомнило старое советское кино. И к нам присоединяется режиссер Андрей Звягинцев. Добрый вечер, Андрей. У вас уже есть все престижные кинонаграды. Дело только за Оскаром. А когда вы начали заниматься кино, мечтали о том, чтобы получить и Менецианского львая, приз в Канах, и Золотой глобус, ну и Оскар, конечно? Ну нет, конечно, ни в детстве, ни потом, ни позже. Я, конечно, об этом не думал и не мечтал. Давайте дождемся 22 февраля, вот, волнительного, конечно, дня. Я не помню такого волнения со времен получения Золотого льва в Венеции. Вот ровно 10 лет назад, я помню, так же меня переполняли чувства. Сейчас обсуждается инициатива чиновников запретить показ фильмов, которые могут навредить национальному единству и национальной безопасности. Что вы об этом думаете? В пору, в эпоху существования интернета, выдумывать такие акции, это позорить только себя перед чистым народом. Министр культуры Мединский заявил, что не узнал в вашем фильме своих знакомых и свое окружение. Он счастливый человек. Он живет где-то в Колбе и настоящей жизни не видит. Он не видит жизни страны. И это министр Российской Федерации. Он не видит, чем живет его страна. Вот все, что я могу сказать. Возможно, это зашкаливающее определение, но он тоже позволяет себе уже какие-то на грани фола высказывания. Я бы просто предложил ему как-то взять мораторий обоюдный и перестать уже говорить глупости. За последние годы вы, пожалуй, первый режиссер, который в своей картине решился прямо критиковать православную церковь. У вас были какие-то сомнения, стоит ли это делать? Слушайте, православная общественность – это какое-то странное образование. Весьма странное. Представители, некоторые представители этого сообщества совсем выглядят как-то не по-человечески. Поэтому, собственно, правда, глаза колет. Вот, собственно, и все. В вашем родном Новосибирске сейчас обсуждается идея назвать в честь вас улицу или киностудию. Вы что об этом думаете? Я еще жив. Слушайте, по-моему, это какое-то глупое начинание. Мне кажется, люди, одумайтесь. Спасибо. С нами был режиссер Андрей Зягинцев. И все-таки прототипом главного героя фильма послужил американский автослесарь по имени Марвин из штата Колорадо. Цементный завод отобрал у слесаря земельный участок. Через суд. Отчаявшийся работяга превратил свой бульдозер в самодельный танк. И на нем снес 10 административных зданий и дом бывшего мэра. А в конце застрелился. И вот американская версия Левиафана. Документальная. Любопытно, что фильм Зягинцев оказался понятен не только на Западе, но и на Востоке. Помимо золотого глобуса, высших наград на конкурсах в Британии, Сербии, Польше, Франции и Германии, картина получила гран-при на кинофестивалях в Индии и даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Зрители и жюри в этой мусульманской стране не смутило ни пьянство, ни цензурное обранье на экране. А актер Алексей Серебряков, сыгравший главного героя, удостоился в Агудабе приза за лучшую мужскую роль. Ну а в борьбе за Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» Россия не единственный претендент среди бывших Республик Союза. Ближайший соперник Левиафана – «Мандарины». Картина грузинского режиссера Заза Урушадзе тоже рассказывает о жизни на обломках Советской империи. «Ты кто, говорю? Ты русский?» «Нет, я эстонец». «Что эстонец здесь делает, а?» 92-й год. Война в Абхазии. Эстонец Ива пытается ее не замечать. Спасает урожай мандаринов. А потом спасает раненых солдат. С обеих сторон. «Ну что, враги? Его зовут Ахмед. Он Ника. Знаешь, ты грузин? Я обещал нашему спасителю, что в его доме я тебя убивать не стану. Короче, хочешь жить, не выходи из дома. Попытка примирить закляток врагов меняет судьбы героев. Путь от войны до мира оказывается непрост. «Ты сидишь на грузинской земле, понял?» «Нет, я сижу на эстонском стуле». «Как смешно». «Который стоит в эстонском доме». Фильм уже получил 15 международных премий. Премьерный показ на родине произвел фурор. Зрители 15 минут аплодировали стоя. Кассовые сборы не уступили голливудским блокбастерам. Грузинский премьер-министр официально объявил создателей жрецами искусства. «Моя картина» не политический манифест. Это история о людях. Они теряют человечность из-за ситуации, в которой оказались. «Мандарины» — это совместный проект Грузии и Эстонии. В главных ролях актеры двух стран. Бюджет — 600 тысяч евро. Работали над картиной в Гурии, рядом с Абхазией. Правда, на «Оскаре» фильм будет представлен под эстонским флагом. Алексей Раевский, Анна Анастасиаде. Главная тема. А я желаю вам спокойной ночи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова